Целью Всемирного дня борьбы со СПИДом является повышение глобальной осведомленности о ВИЧ-СПИДе и демонстрация международной солидарности перед лицом пандемии, то есть эпидемия, характеризующая распространение инфекционного заболевания на территории всей страны. Всемирным днём борьбы против СПИДа был признан 1 декабря. Во всём мире говорят о нём, о том, какую угрозу существованию человечества несёт эта глобальная эпидемия. Подросток, он, правда, дорожён был в Москве, мы так и не выяснили, как он дорожился, потому что всё это отрицает. И, к сожалению, ежегодно мы констатируем, конечно, смерть наших пациентов от СПИДа. То есть ВИЧ – это носители инфекции, как вы сказали правильно, и СПИД – это уже конечная стадия. Далее, выступая перед собравшимися, врач-спидолог Ибрагим Асманов подчеркнул о том, что ВИЧ-инфекция неизлечима, и пока остаётся только вести беседы в молодёжной среде и проинформировать население о необходимости своевременного прохождения медицинского обследования. Кроме того, рассказал о стадиях развития заболевания. 29 градусов, то есть субфибрильное начало болезни. Вторая стадия болезни идёт асимптомная, то есть в этой стадии полностью отсутствуют симптомы, которые как бы проявляют в этой болезни. Начиная вот с третьей стадии, уже начинает в организме происходить изменение. Происходит резкая потеря массы организма, выше 10-15 кг, полная апатия, то есть отсутствует аппетит. Подводя итоги встречи, студенты показали видеоролик о вреде наркомании, как об основном источнике носителя вируса. А также студентам была предоставлена возможность задать все интересующие вопросы специалистам. Бика Сулейманова, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».